МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один раз в три года федеральная сетевая компания организует производственное соревнование оперативного персонала. К оперативникам относятся сотрудники Центра управления сетями, а также дежурный персонал на подстанциях. Цель этих соревнований – подтвердить высокий уровень готовности сотрудников при выполнении своих функциональных обязанностей. Конечно, каждый филиал представляет лучшая команда, занявшая первое место на отборочном этапе. Региональные соревнования МЭС «Волги» в этом году прошли на подстанции 500 кВт «Помары» в республике Мариэл. Свои знания проверяли оперативники Средней и Нижней Волги, Самарского и Нижегородского предприятий. За три соревновательных дня бригады прошли проверку знаний нормативно-технической документации, производство оперативных переключений в электроустановках, подготовку рабочего места и допуск бригады, противоаварийную тренировку, тушение возгорания, оказание первой помощи пострадавшему. Соревнования оперативного персонала в первую очередь важны для самих сотрудников. За время их проведения происходит интенсивный обмен опытом, коллегиальное обсуждение результатов прохождения этапов с проработкой всех ошибок. По словам членов судейской бригады, в этом году уровень подготовки участников вырос. В соревнованиях приняли участие как опытные энергетики, так и несколько молодых специалистов, зарекомендовавших себя активными и грамотными сотрудниками. Все задания для этапов готовят, можно сказать, бывшие оперативники. Те, кто раньше, соответственно, работал на подстанциях, непосредственно производил оперативные переключения и ликвидировал аварийные ситуации на объектах. Как правило, соревнования проводятся в течение трех дней. Три дня в соревнованиях – это, с одной стороны, искусственно созданная ситуация, соответственно, где применяются специальные программные комплексы, тренажеры, манекены. Но, с другой стороны, персонал выполняет непосредственно весь тот функционал, который выполняет на своем рабочем месте. Самый высокий балл – 150,2, на одном из этапов показала команда Нижневолжского предприятия. Саратовцы и Нижегородцы до последней минуты бороли за третье место. В итоге третье – Нижегородцы. Вторым стало Самарское предприятие. Лучший результат – у Средней Волги. Теперь у команды Средневолжского предприятия впереди два месяца, чтобы достойно подготовиться к финальным выступлениям в Санкт-Петербурге. Спасибо, Сергей Олегович, услышали прошлогодние мальбы. Мария Гаценаева, ФСК ТВ, Волга. Редактор субтитров А.Семкин